Всем привет! Вы, как всегда, на канале Семья на чемоданах. С вами я, Славян. Здесь я ставлю свой инстаграм, тоже подписывайтесь. Мы сегодня решили съездить в новое для нас место. Называется Бухта Иннау. Это возле Джугбы, это Черное море. Сейчас состояние душевное, моральное, физическое требует уединения с природой, поэтому мы решили просто прыгнуть в тачку и поехать к морю, посидеть на берегу. Я надеюсь, погода позволит нам это сделать, ветер нас оттуда не сдует. Ну, посмотрим. Новое место, естественно, вам покажем. И также, конечно, рекомендую вместе с нами углубиться в море и, так сказать, расслабиться. Погнали! Сегодня утром проснулись, встали очень поздно. Я лег почти в 4 утра спать только, потому что делал выпуск для вас, который можете посмотреть в описании, по ссылочке перейдите, гляньте. И с утра напекли блинов, позавтракали, и у нас такая погода была классная, солнышко светило. Я в Инстаграм зашел, показал погоду, и просто в мыслях такая, мысля такая стрельнула. Типа, может, ну и вовсе, поехали просто сегодня к морю, прям просто на один день съездим, даже на несколько часов. Сделала просто, а многие понатыкали, да, и вот мы едем. Не знаю, правильное решение, но я очень надеюсь, что через этот выпуск и вы зарядитесь позитивом, и мы соответственно. На самом деле, вот все бы ничего кататься там эти 150 километров, ну типа вообще без проблем. Но учитывая, что выехать из Краснодара не так-то просто, причем независимо, на какое море мы едем, на какую сторону, да, там Крым, Анапа, там типа Азовская, Кучугуры, либо в сторону Ейска, либо Дюкба. Все вот так вот стоит. Где-то держит светофоры, где-то просто не вывозит. Дорога, наплыв столько машин. Где-то вот разбито, где-то подтопило. И чтобы выехать из города, мы только тратим час, потому что когда мы выскакиваем на М4 уже, то там в принципе все эти машины я обычно выставляю на круиз-контроль, и все это дело по прямой. Что, вот оно, М4. Выскочили. И вот огромный минус Краснодара заключается в том, что просто едешь целый час, ну вот, по крайней мере, мы сейчас столько ехали, чтобы выехать из города, ну, чуть меньше часа. И неважно, в какую сторону ты едешь, уходит нереальное количество времени. Огромное-огромное, это минус этого города, это пробки. Мы уже подъезжаем к горячему крючу, и он впереди, можете заметить, уже виднеются горы, есть и снежные шапки. Ехать нам осталось, ну, в принципе, чуть-чуть, так сказать, учитывая, что от Краснодара доехать до моря уже не так проблематично, когда ты выезжаешь на сам город. Ну, по крайней мере, сейчас в не сезон. В сезон, конечно, здесь есть отрезочки, которые стоят, например, в горячем крюче тоже постоянные пробки. Но сейчас вроде все свободно, стоит только Краснодар. Вот мы проезжаем горячий ключ. Совсем недавно здесь гуляли, можно сказать, на днях. Посмотрите выпуск про этот город. Я думаю, он вас должен удивить. Смотрите, здесь база отдыха различная. Была сейчас табличка, я не успел снять табличку как раз бухты Инал. Туда, собственно, и едем. Там какие-то еще голубые глины, что ли. Ну, сейчас не лето. Выглядит, конечно, все серо очень. Ну, посмотрим, что нас ждет дальше. Вообще здесь много баз. Базы отдыха. Ну, нам они не нужны. Вот столовая. Вот они слева-право просто. База отдыха. Выглядит грустно. Нет никакого понимания, куда нам ехать. Я повторюсь, да, что мы здесь вообще в первый раз. Вот отель Инал. Вон я вижу уже море. Ой, слушайте, здесь, наверное, вообще летом движуха, потому что есть даже разграничения. Есть вот всякие туристические палатки. Но я вон уже вижу, как там оккупирована парковка авто платная. Вот даже сейчас, видите, где сезон. Парковка авто платная. Ладно, сейчас будем узнавать, что и как. Так, блин, жесть какая-то. Хотел, короче, развернуться и зарылся в этой гальке просто до талого. Что ж, блядь, бампер лег у меня. Ничего делать теперь даже не знаю. Просто жесть. А глубина гальки, мне кажется, здесь просто огромная. Вот, блядь, даже камни забились уже в диск. Короче, грязный, как чухан. Разбил палец. Все тут вон в этой пылище. Как здорово, что здесь были мужики, которые подошли, помогли. Толкнули, вытолкнули мы. Ну, зарылся вообще серьезно. Я просто сел прям на двигатель, на защиту двигателя. Вон они следы. Здесь речушка. Сейчас надо помыть руки. О, ледяная. О, ледяная вода. Вообще ледяная, пацаны. Смотрите, какие нам тут барбосы встретились. Одна, другая. Что-то там спину чешет. То ли блох ловит, то ли что она делает им. И вот еще кёсик большие есть, и такие голодные, наверное. Ну, и они, может быть, мало не хлеба едят, потому что они жалко слегка голодные. Да, мы сами с тобой ничего такого не брали, не шашутисты. Мама, а что они могут, это гной, что ли? Ну, это не лед с ним, главное. Ой. Колька, мол, ты так ловит. Не надо ехать. Колька, мол. Не надо ехать в нос, ладно. Мы решили, значит, сначала пройти здесь, коль мы здесь первый раз. Вот сейчас закроем. Ага. Пройдем, посмотрим. Вроде люди шли оттуда, но там видно, что, видимо, пляж летом. И оттуда. Вот сейчас пойдем в ту сторону смотреть. Вот мои следы. Вот так сел. Ну, и самое интересное, я бы мог выкопаться, полностью очистить гальку. Единственное, что здесь, наверное, глубина гальки сантиметров 30, судя по бетону, да? Копать мне нужно было бы очень долго. Очень хорошо, что здесь были люди, которые меня вытащили в натяжечку. Аккуратненько у нас это получилось сделать. Море. Море. Заряжайтесь, мои хорошие. Посмотрите, как классно растут сосны прямо из скал. Это можно вообще, в принципе, прямо встать и пойти вот так вот вдоль берега и заходить за скалу. Очень красиво. Штормит. Небольшой штормик. Сейчас посмотрим у нас, что там. Но это гальку набило сильные шторма. Поэтому здесь галька. Такая типа смотровая. Ну и здесь, получается, тоже... Ой, ой, волна. Здесь, получается, видите, тоже пляж. И туда вот уходит бесконечность вообще. Артем, отойди, пожалуйста, от моря. Хочу вам показать. Посмотрите, сколько мусора выбросило на берег из-за штормов. Я так понимаю, что здесь еще люди убираются. Видите, так в кучу все наложили. Но на самом деле в мусорке в этой что только не лежит. Тапочки, крышки, бутылки, мячик. Ужас. Просто ужас. Вот поэтому, друзья, всегда говорим про то, что уносите за собой мусор. Если вы где-то останавливаетесь, всегда увозите мусор с собой. Крайние просторы Черного моря. Потрясающе. Мы здесь первый раз, я повторюсь. Бухточка. Здесь, видимо, летом открываются вот эти палатки. Есть туалеты вон вдалеке. Даже есть спасательные вышки. Кто здесь отдыхал из местных, может быть, просто вы сюда ездили дикарями. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как здесь обстановка летом. Очень, конечно, интересно было бы узнать. Я уверен, что здесь очень много народу. Но меня больше интересует инфраструктура и качество отдыха. А еще мне очень нравятся вот эти зеленые скалы. Смотрите. Они прям реально зеленые. Вон там дальше зеленые. Вон там. Интересно. А вон у той скале прям как будто бы смотровая площадка. И дома стоят как. Вот обвал-то, получается, вот уже прям подошел. Но я, правда, не знаю, играет здесь земля или не играет. Обрушается или нет. Но дом стоит очень опасно. Ну, лично такой, на мой взгляд. Кстати, еще хочу вам показать. Здесь галька такая очень мелкая. Отчасти даже можно сказать, что песок. И вот тут вы можете тоже заметить, что очень мелкая. Прям вот как песочек. Волна накатывает. Красота. Плюс 11 у нас сегодня. Вода холодная, я вам уже сказал, очень холодная. Градусов, наверное, 10. Не знаю, пророк. Купаться, конечно, не будет. Потому что, потому что штормит. Вот ведь чебуреки. Значит, здесь что-то продают. И я вижу, что белый провод, видите, прокинут. Значит, здесь есть какая-то движуха. Ну, говорю, напишите в комментариях. Но сейчас это выглядит вот в таком вот состоянии. Да, пес? Да? Сезон ждете? Расскажите, пожалуйста, как здесь отдыхается в сезон? Понятно, не хочет разговаривать. И еще. Вон там вот чуть дальше, где типа смотровая площадка. Это, по-моему, называется Голубая бухта. На самом деле, название у Голубых бухт не просто так. Как правило, где есть название Голубая бухта, значит, море там чище, чем везде. Но это мы просто на практике проходили по нашему берегу, в Крыму. Везде, где называется Голубая бухта, она действительно голубая. Куча буров. Вот здесь даже видно. Вот отсюда, я думаю, камера вряд ли передаст. Но там чуть другой оттенок воды. Ух ты! А здесь, посмотрите. А, я думал, здесь прям спуск из частного дома сюда. Но там вон закидали все камнями. Значит, его нету. Да, слушайте, все, конечно, в таком состоянии. Туру-ту-ту прям. Я очень надеюсь, что летом здесь круто. Вон там человек ходит, видимо, рыбачит. Ну, здорово. Очень здорово, что есть такая возможность приехать. Пусть это чуть больше двух часов у нас ушло на дорогу. Но в целом, что есть такая возможность приехать к морю, вот так вот посидеть. Заехали еще по пути в магазин, купили дошики. Поэтому в комментариях можете писать, какие мы плохие родители. Дошики, мы сейчас будем кормить наших детишек. Вот, пообедаем. Будем обедать, возможно, здесь до вечера. Посмотрим, как будет погода. Но пока даже ветер, который дует, он нормальный, да? Ну да. Не сильно холодный. Мирончик, как тебе, сыночек? Как тебе, сын мой? Не нравится на море походить? Нравится? Конечно, ты зародился на море, на Черном море маленький. Мы, правда, в Сочи. Чего ты смотришь? Потрясающе. Что может быть прекрасней? Горы и море. Вот эта вот великолепная природа. Я безумно кайфую вообще в Туапсинском районе. Как вот эти сосны торчат из скал. У меня просто в голове не укладывается, как дерево может расти из камня. Просто ему за это лайки, респект. О, еще какая-то собака идет. Много здесь бездомных собак. Но они, в принципе, вот добрые. Видимо, их здесь уж подкармливают. Я надеюсь, что все будет нормально. Не исцепимся. Ну, если что, у Тёмки есть тоже своя собачка. Да, Тёмик? Не, они хлеб Тёмки не будут кушать. Достал стол, уже разложился. У нас здесь есть в машине... Сейчас покажу такой вот ящичек. Смотрите, красотища. Опа! Здесь у нас с собой плиточка. Здесь у нас с собой кружки. Здесь ничего не открывай, Артем. Газ и чайник. Так, ну кружки нам, наверное, эти пока не нужны. И зажигалка. Вот у нас уже и чайник стоит греется. Вообще всегда с собой возим. И, кстати, вам тоже рекомендуем, если вы куда-то выезжаете, купите обязательно горелочку и газ. Пару кружек, чайничек и всё. И вы в любом месте вот так вот сели и кушаете. Вот у нас, смотрите, какой замечательный сегодня будет обед. Лапша домашнего приготовления с говядином. С говядином. С говядином. В остром соусе. С говядиной. Искать. Шторма, говорю, много, видимо, что-то убивало. Он даже корягу. Слушайте, на моё удивление, река вот эта очень чистая. Вот я сейчас даже вот так пройдусь вам покажу. Смотрите. Видно дно. Вот здесь вот поглубже. Вообще чистейшая. Очень здорово. Ну всё, все набросились на лапшу домашнего приготовления. Единственное, что мне не хватило воды. Чайник стал для нашей семьи очень мал, поэтому я ещё партию поставил. И скоро себе дозаварю блинчики, сметанка. Всё из дома загребли, что было. И поехали вот так вот к морю. Мне вот эта хаска покой не даёт. Самое, что интересно, представляете. Я просто такого никогда не видел. Смотрите, лапша. Держи. Вот за что я уважаю дворняк. За то, что они очень воспитанные. Вот их улица воспитывает. У меня у самого была дворняка, которая 19 лет со мной пожила. Они не нуждаются ни в чём. Ну, в том плане, что им не нужно говорить «Тойди от стола». Она вот умная, она дворовая, она умная. Она не подходит, ничего не хватает. Да, хатика? Ждёт. Просто ждёт. И вторая вот хатика. Просто лежит, ждёт. Мы пообедали, и сейчас хотим отправиться на ту сторону этой бухты. Можно перепрыгнуть через речку, но учитывая, что у нас уснул Мирончик, поэтому мы сейчас обойдём по кругу. Там вроде как есть асфальт. А ещё у меня вопрос к вам, зрители. Может быть, меня кто-то смотрит, кто отдыхал вот в этих вот гостевых домах. Вот эти вот фазенды. Но здесь, я так понимаю, что вот эти вот постройки, там тоже задаются гостевые дома. У них, конечно, ценность того, что ты прям вышел и сразу попал на море, безумная. Но интересно, сколько стоит это по деньгам. И плюс ещё ко всему, вообще какие там удобства. Кто в курсе, напишите в комментариях. Здесь вот видите, вот как мы спускались вот с горы. Получается, это всё торговые. Палатки, палатки, автостоянка платная. Ну, я не знаю, платная ли она сейчас, но вот мы решили всё-таки поехать туда, хотя вот здесь вот можно было машину поставить. Вообще, на самом деле, вот не сезон. Вот так вот выглядит эта бухта. Очень спокойно, всё очень тихо. Летом, конечно, я уверен, что здесь вот это всё открыто, всё работает. Здесь своя атмосфера, свой движ. Я просто увидел, что там есть а-ля набережная, поэтому вот мы сейчас отправляемся именно туда, ближе к морю. Сейчас всё посмотрим. Ну вот, смотрите, дошли до моря. Я уверен, что здесь летом всё интересненько, лежачки туда-сюда. Вот она набережная. Вот она, да? Плиточка выложенная. Ещё вот это, видимо, какое-то кофе, которое функционирует. Вот мы и вон там стоим, вот на кофе. Видимо, второй этаж даже есть. Надеюсь, всё к сезону приведут в порядок, всё покрасят. Там вон что-то варят, наваривают. Высота 1440. Не знаю, что это значит. Мы вряд ли находимся на такой высоте. Вот такая атмосферка. Спасательная вышка. И вот, смотрите, пошла набережная. Я, если честно, прям удивлён, приятно удивлён, что есть такое пространство, где можно вот так вот погулять. Вот это вот, я так и думаю, что это какие-то, видимо, тоже гостевые номера, судя по количеству дверей. Может быть, их сейчас только делают, а может быть, это какие-то павильоны, и это входы в павильон. А павильон, получается, с той стороны. Что бы это ни было, гуляя вот по этой набережной, получаешь какое-то безумное удовольствие от вот этих скал, от вот этих сосен, которые торчат, растут, растут из скал. Это какое-то природное безумие. Вот такая площадка здесь. Ну, естественно, всё то, что море штормило, всё вот так вот подразбивало, краску всё содрало. Ну, в целом, в целом интересно. Сейчас я поставлю Мирончика на тормоз и пройдёмся сюда. А, ну, вот видите, такая площадка. Может, здесь тоже что-нибудь летом они организовывают. Спуск. Морюшко. Много моря сегодня в выпуске. Это очень хорошо. Это спуск, видимо, всяких катамаранов. Ну, пойдёмте до самого конца там дойдём, посмотрим, что там есть. Ну, и, как я и говорил, то есть вот отсюда можно спустить водную технику. Вот они пошли рельсы. Вот. И прям в море уходят. Здесь также есть ещё просто спуск для людей. Ну, а дальше начинается уже, видите, дикая природа, дикие пляжи. Можно, конечно, туда уходить. Я сейчас с детками туда не пойдём. Вот. Вот так здесь всё выглядит. Ну, если честно, нам с погодой очень сильно повезло. Мы вот сколько здесь? Часа, наверное, два-два с половиной пробыли. И ветра почти не было. А вот сейчас прям поднялся, что аж прям продувной такой. Поэтому мы сейчас приняли решение, что пойдём к машине уже непосредственно и будем выдвигаться домой. Ставьте лайк, если не поставили в самом начале выпуска. Пишите комментарии, пишите, как вам вот вне сезон, бухта, кто здесь отдыхал, кто уже также задавал вопрос в выпуске. Пишите ответы в комментариях. Мы с вами прощаемся. Увидимся с вами уже совсем скоро. Надеюсь, завтра в новом видеоролике. Пока.